МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подборка оперативных новостей недели в ближайшие минуты в эфире местопроисшествия Ангарск. В 271-м квартале едва не случилось убийства. Местные жители вызвали полицию, услышав из квартиры крики о помощи. Сотрудники ППС Анатолий Вагин и Алексей Самохин сумели убедить находившихся там людей открыть дверь. Внутри полицейские обнаружили мужчину, женщину и раненого пенсионера. В ходе распития совместных спиртных напитков между подозреваемым и потерпевшими возникла ссора. В ходе этой ссоры подозреваемый нанес предметом, похожим на нож, несколько ударов потерпевшему. После чего, со слов того же подозреваемого, они пытались вызвать скорую, но сотрудники полиции прибыли быстрее. Раненому оказали медицинскую помощь. Нападавших задержали, а офицеров полиции и бдительных ангарчан, скорее всего, пащрят. Четыре таксиста и цыганка. В таком составе действовала группа распространителей наркотиков, которых задержали сотрудники ФСКН. Водители работали в качестве курьеров. Двое из них заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Идет доследственная проверка. В поле зрения сотрудников правопорядка попали еще шесть человек. Двое организовали притон в Уссули-Сибирском, а остальные действовали в Ангарске поодиночке. Мужчин изъяли шесть килограммов зелья. Самому старшему из задержанных 54, самому младшему меньше 30. Пока все задержанные дали подписку о невыезде. Крупный пожар произошел днем 19 января на улице Коминтерна. Горела надворная постройка, расположенная на приусадебном участке. По словам хозяина дома, в момент возгорания в помещении никого не было, поэтому обошлось без жертв. Расчет вызвали случайные прохожие. Предварительная причина пожара – короткое замыкание. Очаг возгорания установит специальная комиссия. В доме номер 9 29 микрорайона, который стал образцовым по итогам прошлогоднего общегородского конкурса, сгорел лифт. Одна из жительниц вызвала подъемник, чтобы доехать до квартиры. На первый этаж лифт спустился уже объятый пламенем. Причина пожара, предположительно, сейчас рассматриваются две версии. Это короткое замыкание и поджог. Проводится проверка, по течение 10 суток будет принято окончательное решение. В результате пожара погибших, травмированных нет. Освидетельствование лифта было у нас 27 декабря 2015 года. Все было в порядке, то есть лифтовая компания вчера здесь была, все проверяли, все канаты их. И даже сейчас лифт может двигаться. То есть это не виноват лифт, это не замыкание лифта, это поджог стен. Сейчас управляющая компания проводит в доме восстановительные работы, а на ремонт самого подъемника потребуется более 700 тысяч рублей. Где взять такую сумму, сейчас решает совет дома. С 21 января в Ангарске начались массовые проверки автомобилей. Инспекторы ГИБДД выявляют нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, то есть без ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Экипажи ДПС дежурят в районе школ, детских садов и поликлиник. Начало года в Ангарске уже пострадали двое детей. Оба ребенка 10 и 11 лет не были пристегнуты ремнями безопасности. Их пришлось госпитализировать. Оперативные новости недели в программе «Место происшествия Ангарск». Свежий выпуск каждый понедельник после новостей и на сайте actistv.ru. Будьте внимательны и осторожны. Редактор субтитров А.Семкин